здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на канале геонис я александр и сегодня я хочу попробовать и поделиться своими впечатлениями о вот таком конике это старейшина дали 10-летний давайте сделаем как всегда откроем бутылочку нальем дадим коничку подышать а тем временем рассмотрим бутылку почитаем информацию которая на ней написано так довольно непросто открывается но вот этот процесс нам удался интересная такая крышка давайте наливаем я думаю достаточно закрываем и так вооружившись лупой но сначала без лупы бутылка очень красивая очень необычной формы выглядит очень презентабельно прям вот бутылка хороша вот здесь вот такая металлизированная может быть даже на металлическая наклейка на которой написано старейшина тема такая же как и пробка и горлышко пробка пластиковая сама затычка пробковая а вот дали коньяк и десятка прямо написаны золотом на стекле и честно говоря вот это выглядит просто обалденно вообще на самом высоком уровне ну вот это вот я не знаю с золотой надписью немножко как по моему немножко дисгармония то есть я бы сделал вот это тоже золотистым или наоборот вот это серебром но это мое мнение далее смотрим на контур этикетку это даже не этикетка здесь также все написано краской по стеклу краска такого желтоватого цвета но давайте почитаем а вот теперь лупа нам нужна что же здесь написано и так старейшина дали коньяк старый кс старейшина дали десятилетний старейшина дали это наш трибьют известному испанскому художнику который написал свою первую картину в 10 лет эксклюзивный ассамбляж коньяка старейшина дали в состав которого вошли 10 разных коньячных дистиллятов вот такая информация дальше здесь пишется про то как хранить коньяк так произведено и разлито под контролем алвиса алкоголь групп сл испания дальше идет испанский адрес изготовитель закрытое акционерное общество ставропольский виноконьячный завод россия ну и дальше адрес ставрополе состав коньячные дистилляты выдержаны не менее 10 лет вода питьевая умягченная сахар краситель сахарный колер ну вот собственно и все спирт 40 процентов объем 0 5 литра год урожая прямо выгравером на стекле 27 ага дата розлива 27 0 2 21 дата урожая 2008 год вот так вот ну что ж еще раз повторюсь несмотря на то что это тут мои претензии такие серебро золото бутылка очень красивая очень презентабельно выглядит толстое дно такое то есть фактически как такой какой-то увеличенный флакон духов или одеколона ну что ж пока мы тут разглагольствовали я думаю коньячок наш подышал немножечко конечно не так как люди советуют там 10-15 минут дать ему нет у нас на так долго терпения не хватит и так жидкость очень красивого цвета такого темно-темно-янтарного достаточно маслянистая что интересно ножки такие прям равномерные равномерные сплошным потоком таким стекают прям такие одинаковые стройные пристроенные то есть на вид жидкость очень приятная так ароматику ну небольшая такая спиритозность присутствует конечно легкая первое что бьет в нос это все-таки сладость сладость есть в они ванильные нотки но скажу не прям пошлый вот как бывает прям сплошная такая сладость ваниль здесь как-то это не так прет извиняюсь за выражение есть легкая парфюмность запахи такая легкая легкая но недаром же бутылка похоже на флакон от духов должна быть парфюмность ну конечно же сухофрукты в своем изобилии чернослив курага но вот боюсь что сладость конечно тут доминирует это что касается запаха ну что ж давайте пробуем на вкус ваше здоровье первый глоток достаточно спиритозная история но на вкус мне несмотря на вот эту спиритозность мне понравилось больше еще раз нос и на вкус сразу я почувствовал такое что-то дубовое но правда не таком количестве как может быть хотелось но тем не дуб я почувствовал то есть бочковое что то есть вот уже на вкус это ближе к коньяку чем на нос давайте еще один глоток ваше здоровье на вкус в принципе есть терпкость есть также точно сухофрукты и есть горчинка вот такая знаете может быть даже какая-то миндально шоколадно вот какая то вот такая не просто горечь а приятная горечь и она остается в послевкусии что радует не сладость остается горчинка горчинка такая интеллигентная давайте еще один глоточек и постараюсь сделать вердикт на ваше здоровье ну достаточно приятный напиток но честно скажу вот я уже не раз говорил что не знаю может это мое такое у меня сложился стереотип коньяков принципе я много коньяков попил и вот здесь больше я бы наверное сравнил его с метаксой греческой или с какими-нибудь такими испанскими бренди еще встречались бренди разных стран вот напиток сам по себе неплохой но не коньяк вот хоть ты тут лопни но не коньяк вот так и здесь вот да вот он вроде бы неплохой он вроде бы на вкус хороший но ждешь вот коньяка тем более десятилетняя выдержка а получаешь какой-то напиток коньячный ну вот какое-то такое мое мнение то есть вот по цене соотношение цена-качество здесь очень неплохое вот эта бутылка обошлась мне сегодня в 900 рублей то есть я думаю что такая бутылка красивое оформление и вот напиток вот такой и 900 рублей ну еще как-то могут наверное иметь право на существование то есть принципе общая общение с напитком приятное повторюсь опять дизайн бутылки то как выглядит напиток это какое на вкус принципе ну где-то вот на эту цену но не больше опять же не больше а ведь это десятилетняя вещь так что ну выбирать пробовать или не пробовать все таки дело ваше я свое мнение сказал поэтому наверное нужно закругляться благодарю вас за то что были на канале подписывайтесь делитесь комментариями ставьте лайки надеюсь до до скорых новых встреч всего доброго до свидания